Сегодня мы с вами поговорим о манекенах, то есть о выборе манекенов для метода наколки, так как очень часто поступают вопросы, какой же манекен выбрать для техники наколки. Фирм на рынке несколько, самые для меня известные это Royal Dress Forms и One Forms. У меня имеется манекен еще американский, манекен Pro и из детских Antalix, в общем-то 4 фирмы. По остальным фирмам я знаю только как бы по наслышке, либо по фотографиям, в принципе, уже мне понятно, что они из себя представляют. Для меня любимая все-таки фирма это One Forms, мне она больше нравится. Расскажу немного в чем отличие двух этих фирм. Есть у меня ученицы, которые любят Монику из Royal Dress Forms, очень часто ее выбирают в качестве манекена для себя. Но это каждый выбирает по себе. Кто выбирает манекен Моника? Он более спортивный, то есть у него более широкая грудная клетка, то есть немного шире спина, более плоская грудь. То есть он немного более такой, чуть плоский смотрится, хотя разница между ними может быть сантиметра 2, допустим, в объемах. Но не в этом суть. На метод наколки это никаким образом не влияет, так как платье адаптируется под фигуру. То есть хоть под фигуру манекена, хоть под фигуру человека. Почему? Потому что мы делаем это все на сетке, которая у нас немного растягивается. То есть она принимает формы как купальник. И поэтому нет большой разницы на каком вы манекене шили. Допустим, девочки начали шить на этом манекене, померить пошли на второй и садится все хорошо. Но мне ближе формы, именно вам формы. У нее более округлые формы, и поэтому я выбираю ее. Если выбирать из этой фирмы, то что есть у них? Есть манекены в хлопковом чехле и в синтетическом, в мягком. В чем отличие? У этого чехла, такой чехол есть в каждой фирме, либо плотный, либо мягкий. Но здесь у нас цепляются зацепки. То есть при работе с иглой, когда мы зацепляемся за чехол, у нас зацепка остается и она уже не убирается. И то есть со временем, где-то в течение полгода, это может прям быть видно, зрительно, что он уже такой поношенный, так сказать. На хлопковом, естественно, такой проблемы нет. Потому что сколько ни прикалывает, то есть с ним ничего не будет. И когда мы работаем с иголкой, то есть методом наколки подкалываем кружево, то с хлопком тоже работать проще, так как он как бы соскальзывает. В чем разница между вот этими двумя моделями? Эту модель, у этой модели имя Анастасия, у этой София. София самая последняя модель в этой фирме. И у них есть такая же только Нина, то есть она не в хлопковом, а в синтетике. И они решили скрестить, то есть эти два варианта и сделать с ножками, то есть бельевой. Здесь появляются у нас корсетные линии, то есть он больше разработан именно для белья. И у него немного пышнее бедра, то есть брюки, если вы шили на этот, допустим, мерки снимали с этого, а одели на этот, он может быть как бы плотно заходить и быть немногим малым. То есть бедра чуть-чуть пышнее, то есть у Софии. Хотя внешне он мне больше нравится, чем Анастасия. По итогам, в итоге я больше всего пользуюсь Анастасией One Forms. То есть это самый неприхотливый манекен в работе методом наколки. Ценовой категории вот этих двух фирм здесь немножко подороже, но это скорее всего связано с более качественным материалом, то есть он более такой приятный, хотя это пылесборник. То есть даже сейчас здесь мусор, то есть все время его нужно каким-то образом очищать. Во-вторых, здесь стоимость больше за счет ноги. У ноги колесики, то есть сама платформа получается дороже. И еще плюс фиксатор идет специальный, сейчас он не одет, который фиксирует ножки, чтобы они не делались вот так, то есть чтобы стояли крепко. Ну, в общем, это подороже все равно немного получается. Самый дорогой это Американис. Он на тот момент стоил 24 тысячи. Мне очень понравилась у него металлическая конструкция юбки внешней. Он мне очень нравился, но я его не взлюбила только из одной причины, что у него была наколка манекен про под груди прямо. А в методе наколки, так как у меня прозрачный лифт, все время бы это проявлялось как на какие-то наколки. Зачем мне это нужно? Вроде бы я пыталась закрасить, в итоге манекен по итогу был испорчен. Хотя я его и брала больше не как рабочий, а как демонстрационный. Девочки на нем работают. Некоторые, у кого ближе к 40-ому, потому что 42-й американец, он ближе к 40-ому. То есть бедра у него уже, потому что в Америке бедра чуть уже, чем у российской девушки. Но если говорить про корсет, то есть для снятия мерок, то очень аккуратно получается на нем что-либо делать. Хоть в методе наколки, хоть корсеты. То есть здесь он иногда помогает. Еще он помогает в том, что весит он 12 килограмм, и тяжелые платья удержать может только он. Так как он весит столько же, сколько эти тяжелые платья. Еще хочу рассказать про детские манекены. У меня двух фирм, это такая безысвестная фирма. Взяла я его на Авито где-то за 1400. Этот мне обошелся около 7 или 8 тысяч. То есть не дешевле, чем большие, по большому счету. Разница в чем? Что в пластике? Здесь плоская спина, а в мягком есть лопатки. Лопатки выпирают не у всех детей, и поэтому это может создать такой дискомфорт, что ли. Вот даже сейчас немного оттопыривается, хотя на ребенке это будет лежать гораздо ровнее. В чем неудобство, допустим, плечиков? Не любая одежда проходит через них, потому что это широкая часть, шире даже, чем бедра. И не всегда это удобно, то есть снимать. То есть нужна более удлиненная молния и тому подобное. Но, в принципе, работать с ним можно. То есть мягкий все равно удобнее, чем пластик. В начале своей швейной карьеры я пользовалась манекеном пластиковым, который стоил 1200 рублей. Да, у него была немного шире спина, то есть зауженная таля. То есть не совпадали размеры стандарта. Но шить на таком возможно. То есть если у вас сейчас нет возможности приобрести манекен за 5, за 8, за 10 тысяч, то можно приобрести его за полторы, за две. И спокойно начинать учиться работать на таком. То есть я два с половиной года на таком работала. Отшивала с 42 размера и 44, и 46. То есть это реально. Но если вы спрашиваете совета, то я бы советовала вот именно вот эту модель. Настя, Фон Форумс.